МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Миссия выполнена. Чувашские предприятия начали налаживать тесные контакты с зарубежными партнерами. Министерство экономического развития и торговли озвучили первые итоги презентации республики в турецком посольстве и в Крыму. Не прошло и недели, а турецкие предприниматели уже готовы заключать контракты с бизнесменами из Чувашии. К примеру, в одной из зарубежных компаний намерены реализовать крупный проект с чувашским предприятием по производству текстиля. Иностранные партнеры проявили интерес к агропромышленной отрасли. Не исключено, что на территории республики откроются турецкие заводы по переработке молока и фермы по разведению крупного рогатого скота. Две компании из зарубежа заинтересовались и базальтовыми технологиями для строительства домов, которые производятся в Чебоксарах. Напомню, что презентация чувашских предприятий в посольстве Турции состоялась на прошлой неделе. Свои возможности потенциальным партнерам представили 8 промышленных организаций и Чувашский государственный университет. Начало сотрудничества положено, но участники встречи уверены, что в ближайшее время будут заключены новые контракты. Пошли конкретные контакты, люди увидели друг друга, и люди хотят друг с другом разговаривать как минимум. Поэтому начало положено хорошее, конечно. Насколько эта презентация состоялась, покажет только время, потому что презентации делаются не ради презентаций, а ради того, чтобы появились совместные проекты. Вот если через месяц, через полгода, через год мы снова встретимся и поймем, что эти проекты появились, людям интересно работать вместе, и что они, работая вместе, делают больше, это означает, что мы на правильном пути. Презентация была многогранной и многосторонней, объяснила обо всех аспектах и представила весь потенциал Чувашской республики. Чувашские предприниматели уже планируют заключить контракты с бизнесменами из Крыма. Уже в ближайшее время в округе намерены подписать документы на поставку строительных материалов. На заводе по производству марочных вин в Севастополе проявили интерес к чебоксарским цистернам и танк-контейнерам. Из Чувашии в Крым, возможно, будут поставлять оборудование для школьных столовых, а студенты и преподаватели Севастопольского университета приедут на предприятие Чебоксарского электротехнического кластера на стажировку. Деловая миссия оказалась довольно продуктивной. В ее состав вошли представители 23 предприятий. Бизнесмены провели встречи со своими коллегами Симферополя и Севастополя. На протяжении двух дней в Крыму и Севастополе на разных площадках проходили концерты чувашских коллективов. Во время рабочего визита в этот округ представители официальной делегации республики встречались со своими земляками. Как живут чуваши в Крымском федеральном округе увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Елена Фролова переехала в Симферополь более 40 лет назад, но и здесь она старается не забывать родной язык. Женщина говорит, что постоянно вместе с мужем просматривает в интернете информационные сообщения о Чувашии. Именно так они узнали о визите официальной делегации республики в Крым. Все мы очень рады. Об этом даже разговор не может быть. Раз в жизни вообще-то. Это наши 40 лет проживания в Крыму. Вы бы лично приехали откуда-то? Сибресенцев района. У нас очень много Сибресенцев районов. По праздникам поздравляем. Без этого тоже. Всегда стараемся. Всегда убедиться рады. Вообще отношения со своими земляками, которые сейчас проживают в Крыму, Елена и Борис стараются поддерживать. Говорят, что здесь они нашли друзей из Батревского района и Чебоксар. К слову, только по официальным данным в Крыму и Севастополе проживают более 2,5 тысяч Чувашей. Сейчас здесь хотят создать Чувашское землячество. Эту идею уже не первый год вынашивает заслуженная артистка Людмила Васильева. Она работает в филармонии Крыма, но в 90-х годах выступала и в Чувашском государственном ансамбле. Мы хотим создать небольшой Чувашский дом, общество культурное Чувашское, чтобы мы могли там встречаться, чтобы мы могли встречать делегации, тех людей, которые будут приезжать в Чувашии, чтобы мы могли там встречаться, какие-то праздники праздновать. Человек должен знать свои корни. К своим землякам приехали артисты Чувашского ансамбля «Щавал». Концерт проходил с аншлагом, в зале не осталось ни одного свободного места. Именно этим концертом начинается культурное сотрудничество между нашими республиками. У нас в республике очень много интересных, классных, профессиональных и самодеятельных коллективов. Я очень надеюсь, что будет ваша воля, будет наша воля. И наши коллективы будут приезжать друг к другу в гости. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что Чувашский народ единодушно поддержал решение крымчан войти в состав России. Жители собирали гуманитарную помощь, выходили на митинги солидарности. Крыму такая помощь была необходима. Глава региона Сергей Аксенов говорит, что сейчас в округе пытаются создать благоприятную среду для представителей всех национальностей. Украинские власти этого сделать не могли. Республика Крым такая же многонациональная, как и Чувашия. Здесь действительно у нас представлены многонациональности. Все имеют возможность развивать свои культурные, духовные традиции. Возможности для этого абсолютно равны, предоставлены всем конфессиям. Готовы включать в наш формат межнациональных, межконациональных отношений представители Чувашской общины на территории Республики Крым. Мы рады приветствовать вас на севастопольской земле. Надеемся, что ваше здесь пребывание было приятным и будет дальше приятным. А вот так с караваем и солью встречали своих земляков представители Чувашской диаспоры в Севастополе. Здесь она существует уже более 10 лет. Поначалу в состав общины входили только военные моряки, а сейчас в ней состоят и обычные горожане. Здесь им удалось создать и собственный чувашский ансамбль. По праздникам в Севастополе они устраивают выставки и дают концерты. Вспоминаем старинные песни, стараемся рассказывать в школах, в библиотеках. Часто мы собираемся на историческом бульваре. Каждый год у нас день исторического бульвара. Мы там показываем свои вышивки, национальные костюмы. Вот национальные костюмы мы в основном шили сами, вышиваем мы. Михаил Игнатьев поблагодарил земляков за вклад в развитие межрегиональных отношений. Активным членам общества глава республики вручил часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, республика из городов Симферополь и Севастополь. Назначен новый руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике. Им стала Марина Петрова. С марта 2012 года она занимала должность начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Новочебоксарску. Марина Петрова родилась 26 апреля 1970 года в поселке Вурнары. Окончила Московский открытый социальный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит. Имеет классный чин – советник Государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. Награждена ведомственным знаком отличия – почетный работник ФНС России. Начальник межрегиональной инспекции ФНС по Приволжскому федеральному округу Валерий Губанов отметил высокий профессиональный уровень Марины Петровой и выразил уверенность в том, что поставленные перед новым руководителем задачи будут успешно выполнены. Глава Чувашии встретился с Сергеем Легостаевым. С 2007 года он возглавлял прокуратуру Рязанской области, а сегодня является кандидатом на должность прокурора Чувашской республики. Напомним, 5 февраля Владимир Путин освободил от должности прокурора Чувашии Владимира Метелина, который возглавлял республиканскую прокуратуру в течение 10 лет. Кандидатуру Легостаева на должность прокурора Чувашии внес генеральный прокурор России Юрий Чайко. У вас огромный опыт, вы профессионал в своем деле, проходили по иерархии в разных должностях. Я думаю, как государевого ока уже, как государственный муж, вы состоявшийся кандидат на должность прокурора Чувашской республики. Пока рос курс доллара, желание и возможность россиян отдохнуть за рубежом пропорционально падало. Спросы на туры в другие страны сократились на 14% по сравнению с 2013 годом. Внутренний поток, наоборот, увеличился на 15%. Как привлечь отдыхающих в наш регион, обсудили на расширенном заседании Межведомственного совета по развитию туризма в Чувашии. В республике более 140 туристических фирм, которые ведут работу по развитию внутреннего въездного и выездного туризма. В 2014 году они обслужили свыше 150 тысяч человек, и это на 5 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Чувашии отдохнуло 44 тысячи человек. Все основные показатели отрасли туризма растут, однако один вызывает тревогу. За навигационный период 2014 года речным портом города Чебоксары было принято всего 239 теплоходов. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составил 313 единиц речного транспорта. Такой резкий спад вызван с изменением географии речных круизов в сторону северо-западного региона, прежде всего, в основном в связи с низким горизонтом уровня воды в районе городецкого шлюза. Ну и дороговизна путевок на речные круизы тоже сыграла свою роль. Для привлечения потока туристов необходимо создавать оригинальные проекты, свойственные нашей территории. Сегодня Министерство культуры работает над концепцией водного такси. Такое поручение дало правительство республики. На сегодняшний день подготовлен проект документа. На начало лета запланирован анализ береговой инфраструктуры реки Волга Чебоксарской республики для организации стоянок речного транспорта. Предполагается создание диспетчерского пункта и запуск механизма работы водного такси на базе имеющегося маломерного флота Чебоксарской республики. В регионе ведется активная работа по созданию парка «Этническая Чувашия». В этом году началась разработка автотуристского инвестиционного проекта «Чувашия – сердце Волги». Министерство культуры постоянно участвует в выставках и презентациях. В марте этого года республика примет участие в главной туристской выставке России «Интурмаркет». Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. Все профессии нужны, все профессии важны. В Дворце культуры ЧГУ состоялось торжественное открытие Республиканского чемпионата рабочих профессий. За право быть лучшим будут бороться 50 студентов и молодых рабочих со всех Чувашии. Победители регионального чемпионата поедут в Самару на чемпионат Приволжского федерального округа. Волк Скиллс Интернешнл – это международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. В ВСИА существует уже несколько десятилетий. Создатели поставили перед собой амбициозную цель – мотивировать молодых людей к профессиональному росту. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что хочу повысить свою квалификацию, знать больше свою профессию, но она мне поможет в будущем. Я бы хотела стать банковским работником, работать по своей специальности. Лучше всего это делать посредством соревнований. Поэтому ассоциация остановилась на организации конкурсов профессионального мастерства. Региональный этап чемпионата проходит в нашей республике не первый год. За это время вырос интерес не только к чемпионату, но и к самим рабочим специальностям. Очень важно не только поднять престиж в профессии, а еще показать уровень, планку профессии, на которую сегодня наши ребята могут выйти. Сегодня трудно представить вообще нашу жизнь без рабочей профессии. И исходя из этого нам нужно сказать, что ребята рабочей профессии нужны, они сегодня востребованы. Победителей будут выбирать в девяти направлениях. Наша съемочная группа всю неделю будет следить за ходом соревнований. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Сегодня средние профессиональные образовательные учреждения Чебоксар встречают участников фестиваля рабочих профессий. Сразу несколько техникумов электромеханический, питание и коммерции, транспортных и строительных технологий распахнули свои двери для желающих. Я бы в монтажники пошел, пусть меня научат. В электромеханическом колледже могут научить не только этому. В перечне профессий несколько специальностей, связанных с работой в электротехнической отрасли. Можно научиться монтажу электрооборудования, узнать основы электромеханики. Сварщики вообще самая востребованная профессия, да и заработки у них высокие. О каждой профессии педагоги рассказывают подробно, стараясь не упустить даже мелочей. Этот конкурс по рабочим профессиям, региональный этап чемпионата мира, он способствует тому, что появляется интерес профессии, это первое. Второе, мы же на этом конкурсе видим, так как эксперты это работодатели, мы на этом конкурсе видим свои огрехи, работодатель нам подсказывает, и они помогают нам формировать содержание будущих программ. То есть конкурсы помогают нам в перспективе готовить ребят лучше и более качественно, чем это мы сделаем сейчас. В центры занятости в рабочих разного профиля нуждаются сейчас многие промышленные предприятия. Малый и средний бизнес, занимающийся производством. Национальное телевидение является информационным партнером фестиваля. Смотрите наши выпуски и знакомьтесь с профессиями. Два пневматических пистолета похитили из магазина в Канаше. Виновными признаны двое подростков. Грабеж совершенной группы лиц по предварительному сговору. По такой статье признаны виновными двое 15-летних жителей Канаша. В следствии на судом установлено, что днем 30 ноября прошлого года в городе Канаше подростки открыто похитили из местного магазина на глазах продавца два пневматических пистолета общей стоимостью 7 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления. Следует отметить, что подростки проживают в благополучных семьях, обучаются в 8 и 9 классах местных школ. Ранее к уголовной ответственности не привлекались ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, но учете не состояли. В ходе допросов на следствие они пояснили, что украсть мематические пистолеты они решили спонтанно. При этом договорились в магазине топнуть по три раза, и это должно было стать условным сигналом для того, чтобы убежать из магазина с похищенными пистолетами. Из похищенных пистолетов школьники стреляли по бутылкам. Сейчас им назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от полутора лет до одного года и восьми месяцев. Культура как средство коммуникации между людьми. Две республики наши и Татарстан имеют давние связи и обширный обменный фонд. В Национальной библиотеке в рамках Международного дня театра открылась выставка работ народного артиста Татарстана Празата Исанбета. Актер, педагог, режиссер, а еще и замечательный художник. Выставка Празата Исанбета – это симбиоз жанров, стилей и направлений. Здесь и портреты, и театральные сцены, и эскизы декораций. Так как Празат видел актеров и как он их рисовал, наверное, никто так не сможет, потому что режиссер, он их чувствует изнутри. И для художника это самое главное. Потому что они здесь похожи на себя больше даже, чем в жизни сами. На открытие выставки приехали его родственники, друзья и коллеги. Это дань памяти человеку, чей талант так многогранен. Конечно, впервые вы сможете лицезреть на его шаржи, карикатуры, на живописные работы, графические работы. То есть даже у нас казанский зритель не знает его творчество как художника. А в Татарстан совсем скоро с ответной выставкой отправятся и наши театральные художники. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В музее Михаила Сеспиля отметили Всемирный день писателя. Уже в течение 10 лет там устраивают вечера памяти чувашских поэтов. Многих ярких имен уже нет с нами. История насчитывает десятки фамилий писателей, составивших славу чувашской литературы. На вечере читали их произведения, вспоминали жизнь, творчество. Почтить память писателей пришли поэтессы Марье Левтина, Светлана Азамат, Лидия Сорене и Раиса Сорби. Те писатели, которые ушли уже в мир иной, они оставили классические свои произведения, в которых мы учимся правильно читать, правильно мыслить, правильно говорить по-чувашски. Потому что они так красиво писали по-чувашски, диву даешься. Даже мы, современные читатели, не знаем, как понимать то или иное чувашское слово. Поэтому, чтобы обратить внимание именно на эти произведения, мы проводим этот вечер поэзии памяти чувашских писателей. Звучали и современные прозы, стихи. Участниками вечера стали ученики пятого класса школы номер два города Чебоксары. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. Танцевальный вихрь закрутил в своих объятиях полстраны. Обучаться этому искусству стало модным. Танцуют все, от детей до пожилых. Участники всевозможных проектов ездят по городам и весям, проводя мастер-классы. И Чебоксары не стали исключением. Подробности у Юлии Важениной. Поворот, поворот, бум-ка-ка, бум-а, тара-та-та-та, тара-та-та-та, пять, шесть, семь, башен. Джаз-фанк, волк и контемпорари. Именно эти направления решили освоить чебоксарцы. Преподать урок по самым современным танцевальным стилям в столицу Чувашии приехала финалистка проекта танца Алиса Доценко. Кстати, эти направления чебоксарцы выбрали сами. И, по мнению хореографа, это самые сложные стили. В контемпораре много тонкостей, которыми нужно владеть элементарно. Владение классикой, вращением, прыжки, без которых хореография смотрится не так насыщенно. А в воге много техники и много именно теорий, которые нужно знать. Дэнс-холл проще, я думаю, потому что он более свободный стиль. А Джаз-фанк – это просто стиль, чтобы покайфовать, потанцевать, получить удовольствие. Удовольствие чебоксарские танцоры, несомненно, получили. На занятия пришли около 200 участников. Полный ажиотаж. Многие говорят, что сбылась их давняя мечта. Все супер, очень понравилось, очень здорово. Алиса – прекрасный танцор. Хочется что-то перенять, что-то новое для себя открыть. В общем, все здорово, очень нравится. Потрясающе, столько эмоций. Я очень рада, что к нам приехала. Я давно ее ждала, прям с самого начала танца. И у меня куча эмоций. Алиса – универсальный танцор. Она знает много стилей, у нее отличная техника. Да, и к тому же она просто хороший человек. Очень хочу, чтобы чебоксары выходили на новый уровень и понимали, что такое джаз-фанк, что такое вок, что такое контемпори. Что касается самой Алисы, то чебоксарскими танцорами она осталась довольна, как и мастер-классом в целом. Ой, классно, классно, классно. Ну, на самом деле, очень подслушивайте. Потом вы смотрите. Очень много людей, от этого сразу энергетика такая классная. Они такие все стоят, смотрят. Классно, классно. Ну, круто, круто, мне очень понравилось. И, кстати говоря, станцевали. Станцевали очень хорошо. Очень важно просто, чтобы танцоры в городе хотели того, чтобы мы приезжали, чтобы мы их чему-то учили. А когда ты заходишь в зал, и тебя встречают 180 пар глаз, которые действительно ждут, ждут, когда ты залезешь на эту сцену, начнешь им что-то показывать, рассказывать, конечно, это очень круто. Поэтому я думаю, что в больших городах такое редко бывает. Мне очень радует, что они стремятся сделать все так, как нужно. Они стараются, вот даже если сейчас посмотреть назад, они отрабатывают хореографию, которую я им только что дала. Вот. Это круто. Чего пожелать? Пускай развиваются, пускай ходят на классы, пускай смотрят видосы. Вот. И я считаю, что начать танцевать не поздно никогда, а научиться чему-то большему в силах вообще любому танцору. Планы на ближайшее будущее большие. Преподавание в собственной школе, мастер-классы и большой тур по городам России вместе с участниками проекта «Танцы». Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время в эфире Национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин